Всем привет! Сегодня мы выполним вот такую простенькую салфетницу. Начнем мы ее плести с донышка. Я его показывала в предыдущем ролике, но покажу еще раз. Смотрите, мы измеряем размер нашего донышка. Я тут поигралась немножко в конструктор и получилась такая вот коробочка. Обвела. Теперь разлинила наши стоечки будущие. По краям желательно брать маленькое расстояние. Я имею ввиду, смотрите, вот везде у меня по два сантиметра, а если есть возможность, здесь вот у меня полтора сантиметра. Краю берите меньше, если есть такая возможность. Везде по два, а возле углов по полтора. И так же делаем в другую сторону. Расчертили. Теперь берем такие вот, желательно брать булавочки. Сейчас покажу какие. Вот такие булавочки, с ними удобней. У меня под рукой их не было, поэтому взяла то, что было. Это если нет у вас станка. Закрепляем ровненько наши стоечки. Вот с двух сторон закреплять, если есть булавки. Если такие вот штучки, как у меня, то закреплять с одной стороны. Вот как у меня здесь, видите, снизу закрепила с двух сторон, чтоб никуда не ходила, а сверху с одной стороны. Булавочками закрепляем со всех сторон и проплетаем нашу веревочку из двух. Смотрите полностью весь ролик, потому что я буду некоторые моменты говорить на протяжении всего ролика. Нюансы. Так, проплетаю я один ряд. Теперь будем разворачивать наши трубочки в обратную сторону. Смотрите, за нашей трубочкой, нижнюю трубочку берем и заводим за, чтобы там получился крест, крест-накрест. А эту просто сгибаем ровненько под низом, это будет у нас наизнанку уходить вот этот крестик. И проплетаем опять веревочку из двух. И получается у вас такая вот косичка, как будто вы плетете прямой и обратной веревочкой. На самом деле все плетется одной прямой веревочкой. Наращиваем. Как я уже говорила, желательно наращивать между стоечками. Это я показываю, лучше подставлять спицу или шпажку для того, чтобы ваши крайние стойки не ходили ходуном, потому что они очень любят сужаться. Чтобы этого не происходило, подставляйте что-нибудь жесткое. Наращиваем трубочки и плетем дальше. Все это ровненько выравниваем. Теперь здесь так же само. Берем одну, мы сгибаем прямо, придерживаем пока, а эту перекручиваем и там делаем как будто накрест. Вот. И проплетаем ее. Проплетаем опять веревочку из двух нашу дальше. Сейчас еще кое-что расскажу. Так, плету, плету. Что-то у меня камера сама автоматически делает качество. гуляет, на руки фокусируется, и поэтому вот такое вот гуляние. Так, смотрите, еще раз показываю очень близко, чтобы вам было уже четко видно, как я это делаю. Вот так вот загнули. И берем следующую. Загибаем. Наращиваю. Я надеюсь, что здесь уже было видно хорошо. Проплетаем. Теперь, смотрите, я все поубирала и приколола их прямо туда плотненько, чтобы четко стояли. Смотрите еще, когда вот так вот мы отгибаем наши края, это для того, чтобы ровненько были вот эта вот полосочка. Видите, она тоже здесь вот ровно идет. Плетем четко по крайним полоскам, не выходим за рамки, чтобы наши изгибы не выходили за наши крайние полоски. Еще забыла сказать, главное условие, еще стоечки должны быть хорошо сухими. Если они будут влажные, они тоже будут гулять туда-сюда, и для новичка это будет очень сложно. Поэтому стойки должны быть хорошо высушенные. Ну, а рабочие трубочки, естественно, влажными. Смотрите, вот полосочки, видите, четко идет по полосочкам. Никуда не отъезжая. Проворачиваю еще один ряд. Нарастила трубочку. И проплетаем. С помощью вот этих вот кнопок, оно держится крепко и никуда не катается. Вы свои булавочки, которые будут держать ваши стоечки, не убирайте, чтобы они у вас ровно ложились. Смотрите, вот потом добавляю еще кнопочки, чтобы четко держалась. И вот такое вот донышко у нас получилось. Еще один нюанс. Смотрите, донышко плетем туда и обратно. Должна идти вот веревочка. Получается как будто обратная. Если у вас будет однотипная идти веревочка, то у вас может перекосить донышко просто в одну сторону. Будет такое скошенное. Так, подставляем боковые теперь наши стоечки, так как у нас их не было. Я подставляю через каждые три стежка, три ряда. Промазываем, клеем немножко и туда подставляем. Вы смотрите, какое у вас расстояние между стойками и такое делаете. Мне три ряда в самый раз. Аккуратненько все придавливаем, прижимаем и так проделываем с двух сторон. Вот, смотрите, что у нас получилось в результате. И теперь можно оплетать по кругу веревочка из двух или из трех, а потом поднимать стойки. Ну что, поднимаем теперь наши стойки. Дубль два. Уже это все я рассказывала и поняла, что я ничего не записала. Теперь рассказываю повторно. Смотрите, поднимаю стойки, ничего нигде не проплетаю, так как это салфетница, она легкая. И мне нужен был четко вот такой размер. Но желательно донышко делать где-то на сантиметр меньше, для того, чтобы сделать еще один-два ряда веревочкой из двух по периметру проплести. Особенно это касается коробов или каких-то вот немаленьких таких форм изделий. Смотрите, заканчиваем веревочку из двух. И начинаем обратную веревочку. В этом узоре вот эти косы, маленькие эти косички, всегда заканчиваем ряд и всегда начинаем новый. Сколько бы вы рядов не проплели, всегда мы их заканчиваем и начинаем новый. Иначе у вас ничего не получится. Проплетаю обратную веревочку, тоже ее заканчиваю ряд. Кто не знает, как плести прямую обратную веревочку, обращаемся к моим урокам. Смотрите, заканчиваем веревочку обратную. Завели одну трубочку за помеченную стойку, а вторую трубочку мы прячем под одну рабочую трубочку ряда предыдущего. Так как это веревочка из двух, значит под одну. Была бы из трех, значит следующая пошла бы под две. Все это аккуратно делаем. Если у вас не получается просунуть, то форму мы вытаскиваем. И теперь опять плету прямую веревочку. И так мы делаем каждый ряд. Проплели веревочку, закончили ряд и опять начали новый ряд. Проплетаем и получаются у нас такие вот косички. Красивое получается плетение, не сложное, но красивое. Заворачиваем наши трубочки в нужном месте. Повернули одну, повернули вторую. И плетем по узору. Смотрим, как у вас выходят трубочки, на какой узор. У меня вот этот ряд, видите, получилась обратная веревочка. Вы не бойтесь, экспериментируйте. Крутите по всячески вот эти вот загибы в обратную сторону. Так как будет вам красивее и удобнее. Не обязательно так, как у меня. Смотрите сами. Я сама кручу и верчу по несколько раз. Теперь смотрите, здесь заворачиваем точно так же, как мы заворачивали на донышке. И здесь у меня уже, видите, об обратку пошла прямая веревочка. Там шла обратная, а здесь идет прямая. В зависимости, как у вас вышли трубочки, на какой узор. Теперь мы плетем нашу загибку. Берем наши три трубочки, подставляем еще одну. Вот вы закончили ряд. Подставили еще одну трубочку. И плетем. Обрезали нашу стойку. И начинаем плетести. Пенечки мы закрываем нашей рабочей трубочкой. Одной из. Вот так обрезали, подклеили. Обязательно подклеивать, чтобы ничего никуда не слетело. И форму не вытаскивать, пока у вас все не зафиксируется. И плетем дальше. Эту загибку я тоже показывала на уроках. Так что, если что, можете посмотреть там тоже. Все очень легко и просто для новичков. Это очень легкая такая загибка. Проплетаю до... Как сказать... До... Слушай, мои слова забыла вообще. До угла, скажем так. Сейчас. Плетем, плетем, плетем. Так вот. Вот до этого угла я имела в виду. Что-то я сегодня не в духе. Слова куда-то все подевались. Хотя погода вроде хорошая. Так, смотрите. Вот подошла. Не стала тут мудрствовать. Пообрезала трубочки все. И позаклеила. Клеем все подмазала. Прищепкой придавила. Все тщательно высохло. И получилось идеально. Иногда то, что просто, получается лучше, чем что-то накрученное. Навороченное. Непонятно, что куда засунутое. Иногда легче просто все пообрезать. Вы смотрите сами. Не стала вниз опускаться вот в эту выемку. Потому что оно как-то не очень красиво стало смотреться. И решила так все на этом закончить. Вот так все попрятали. Одной трубочкой все закрыли. Прижали. И вот так вот получилось. Очень даже ничего. Теперь следующий ряд. Мы начинаем с этой стороны. Чтобы по ходу шло плетение. Подставляем также наши три трубочки рабочие. И плетем ту же самую веревочку из трех. Сверху загибочку. Все так же. Так, сейчас мы ее подсунем. Знаете, такая вот салфетница. Мне, честно сказать, я их не плела никогда. Хотя она самая обычная, самая простая. И она мне очень понравилась. Больше, чем все остальные. И скорее всего, что я себе тоже такую еще сделаю. Потому что, ну, она очень такая в эксплуатации, я думаю, будет удобная. Как девушка у меня заказ сделала. Говорит, что салфетки выдергиваешь. И они друг за дружку высмыкиваются. Здесь точно уже никто ничего никуда не будет выскакивать. Камера моя взлетела, как обычно. Здесь взял салфеточку. Остальные остались на месте. Очень удобно. Так что идея была хорошая. Так, теперь заканчиваем мы наш ряд. Веревочку из трех нашу. Так, смотрите. Берем левую трубочку сначала. И так же, как мы заканчиваем в обычной веревочке из трех. Но тут та же самая. Только прячем туда внутрь. Можно спрятать в плетении. Это уже, смотрите сами. Я прячу просто внутрь. Потом следующую трубочку берем. Так же обрезали стоечку. Тоже промазали клеем. Накрыли ее и туда спрятали. И аналогично третью тоже самое. Все очень легко и просто для новичков. Это вообще идеальный вариант учиться плетению. Не забывайте подписываться на канал. А то я смотрю, многие смотрят, но не подписываются. Не стесняйтесь, я не кусаюсь. Подписаться можете в любой момент. Если не понравится, берете и отписывайтесь. И подписчикам, которые меня постоянно смотрят, у меня большая просьба делиться в соц. сетях. Помогайте развиваться каналу, пожалуйста. Теперь, смотрите, не высовывая форму, я все лакирую. Верхний слой аккуратно, чтобы форма не пролипла у меня. Не заливайте лаком, а просто тихонечко сверху отлакировали. Чтобы оно все хорошо схватилось. Потом форму вытащите, и форма будет держаться в салфетнице. Ничего никуда не уползет, не уедет, не перекосит. И вот такая вот красота у нас в результате получилась. Ну, а вам всем творческих успехов. И увидимся в новых роликах. Субтитры сделал DimaTorzok